Баркли Пудл Пэджент Баркли Пудл Пэджент Вы увидите, как профессиональные грумеры производят удивительные превращения. Создают яркие, гламурные, блестящие и стильные образы. Пудели – самая лучшая порода собак для конкурсов грумеров. Шерсть пуделей пышная и упругая. Это позволяет создавать самые разные образы. На этом конкурсе ожидается жесткая конкуренция. Тут соберутся ведущие стилисты со всего света. Но в конечном итоге лишь один из них уйдет с пятью тысячами долларов, снимком для обложки журнала «Грумер ту грумер» и титулом победителя. Меня зовут Нина. Мой джет обязательно победит. Молодец, джет! Я сравнительно недавно занялась художественным грумингом. Для нас с джетом – это первый серьезный конкурс. Несомненно, мы – аутсайдеры. Я была замужем. Мой муж не любил собак. Я предпочла собак и избавилась от мужа. Я покрасила джета, и ему понравился розовый цвет. Вот один из его трюков. Он просовывает голову между моими ногами и рычит. Я называю это трюк «Пояс невинности». Поэтому я до сих пор не замужем. Давай, вперед, вперед! Я увлекаюсь роллер-дерби. Меня знают, как вышибалу под номером 101. Люблю задать жару. Джет любит участвовать в роллер-дерби. Я одеваю его в специальную форму. Чулки в сеточку – наш обязательный атрибут. Джет любит бегать за девушками, заставляя нас ездить быстрее. Ему нравится носить юбку, и все розовое. Джет – метросексуал. Для конкурса в Пасадене наш Джет перевоплотится в участницу роллер-дерби. Молодец! Я покрашу его так, будто на нем майка и на локотники. Короткая юбка и шлем с ремешками. Джет будет там самым красивым. Я Энджела, и у меня больше наград, чем у кого-либо. 37 наград с 33 шоу. В прошлом году на Баркли Пудл Пэджент я заняла первое место. Сегодня, детка, ты станешь красавицей. Я хозяйка груминг-салона. Ко мне приводят кошек и собак всех пород и просят сделать что-то оригинальное, но без окраски. Умница! Она мурлычет. Мои лучшие работы – павлин, хот-дог и пони. С помощью накладки делаем ирокез. Будешь как рок-звезда! Хорошо! Молодец, Джоша! Я сделаю из Джоша Бизона. Может изобразить на боку индейского вождя? А на задней ноге его головной убор. Молодец! Он победит на конкурсе! Жюри интересуют мелкие детали, качество стрижки и окраски. На этом конкурсе разрешается красить собак заранее, но стрижка выполняется в присутствии зрителей. Шерсть Джоша отрастала полтора-два года. Это очень долго. Может, покрасить его и посмотреть, что выйдет? В своем салоне я часто использую маркеры-пульверизаторы. Эта краска легко смывается. Фото победителя конкурса появится на обложке журнала «Грумер ту грумер». Моя цель – как минимум шесть обложек. Пока у меня только одна. Думаю, будет красиво. Я сделала художественный груминг своей профессией. Кто хочет стать бизоном? Меня зовут Сэнди, и я собираюсь обойти конкурентов. Выходите. Вот так. Я дважды попадала на обложку журнала «Грумер ту грумер» с улиткой и с петухом. Примерно полгода назад я открыла свой салон. Клиентам нравится, как я преображаю их любимцев. Если у собаки отполированы коготки, скорее всего, это моя работа. Это так расслабляет. У меня много питомцев. Восемь собак. Ты тоже хочешь поиграть? Четыре лошади. Примерно тридцать змей. Слишком много кур, чтобы их пересчитывать. И Эмму. Он хочет его догнать. Надеюсь, когда-нибудь у нас появится верблюд. Я мечтаю об этом. Это замечательное животное. Я очень хочу завести верблюда. У меня нет детей. Собаки – это моя семья. Я их очень люблю. Меня зовут Лори. Со своим псом Фалкером я смету конкурентов. Запор. Фалкер. Вот самый большой трофей Фалкера. Только в этом году он принес мне 10 тысяч долларов. Люблю получать призы. Я открыла свой салон в 97-м. Моя мечта сбылась. Я занимаюсь любимым делом. Вот несколько моих работ. Нема. Фараон Египта. Лошадка. Лошадка с карусели. И собака-панк. Фалкер. Хочешь стать львом? Ладно. Ты им станешь. На этом конкурсе Фалкер станет большим львом. Я хочу раскрыть тему сафари. Возможно, зеброй и жирафом. Для зебры надо собрать белую шерсть и нанести на нее черные полоски. И еще изобразить морду льва. Я использую краски только на растительной основе. Никакого аммиака. Никакой перекиси. Эти краски безвредны для собак. Фалкеру нравится груминг. По команде на стол он тут же на него запрыгивает. Я работаю с Фалкером с полуторамесячного возраста. Хорошо, Фали. Твоя грива готова. Я очень переживаю за образ льва. Но если мы справимся, Фалкера никто не превзойдет. Ты начинаешь напоминать льва о Фали. Один. Один. Вот и Один. Один очень жизнерадостный пес, иначе не скажешь. Он очень счастливый пес. Один отличный парень. Поедем снова на шоу. Один станет верблюдом. Я выбрала этот образ, потому что мне нравятся верблюды. Мы покрасим Одина, чтобы подготовиться к шоу. Надо убедиться, что краска нужного цвета, и нам ее хватит. Сконцентрируемся на этой части. Все равно спина верблюдов темнее. Я сделаю его ноги длинными и тонкими, а к хвосту прикреплю немного коричневой пряжи, чтобы получилась кисточка, а уши сделаю из фетра. Не люблю слишком много делать заранее. Мне нравится работать на сцене, чтобы люди видели, как происходит превращение. Мы окрасили собаку один раз. Если цвет не поблекнет, докрашивать не будем. Обожаю верблюдов и когда-нибудь заведу их. Пока мне верблюда не достать. Так пусть хотя бы мой пудель будет на него похож. Это спортивно-дрессировочный центр. Здесь я тренирую Фалкера. Надо заставить его немного попрыгать, чтобы подготовиться к шоу. Мы любим заниматься с Фалкером. Это важно для его общего самочувствия, для мышц и костей. Он должен быть в форме. Фалкер сегодня немного устал. И ему не хотелось ползти по тоннелю. Когда Фалкеру не нравится препятствие, он либо останавливается, либо обходит его. И с этим ничего не поделаешь. Ну же, давай. Удивительно, но сегодня он делает все, что от него требуется. Заставить Фалкера нельзя. Он всегда делает, что хочет, и когда хочет. Иди. Молодец. Вот так. Молодец. Еда для Фалкера – лучшая мотивация. С ее помощью я заставляю его делать то, что мне нужно. Мы пришли к медиуму Кэрол Пэйт. Я хочу знать, что думает Джош о выступлениях на шоу. КАЛИФОРНИЯ Что хотите узнать? На этой неделе очередной конкурс. Мы едем в Калифорнию на Баркли Пудл Пэджент. У Джоша есть какие-то мысли по этому поводу? КАЛИФОРНИЯ 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 Кажется, ему нравится Калифорния. Джош любит Калифорнию, но... Есть что-то, чем он недоволен. Это какое-то место в Луизиане? Мы с ним не были в Луизиане? На юге. Джош был со мной в Далласе. Думаю, это Даллас. Он расстроился, что стал вторым, а не первым. Ясно. Джош очень интересный пес. Он целеустремленный. Не все животные, участвующие в шоу, ему симпатичны. Некоторых из них Джош совсем не любит. Но ему нравится нюхать всех. У меня сложилось впечатление, что он... ненавидит кошек. Джош хочет поехать на шоу? Ему это нравится. Он любит ездить, любит выступать, побеждать. Думаю, Джош победит. Он знает, что он один из лучших. Если не самый лучший пес. Так, Джет, давай. Молодец. Прежде чем мы займемся грумингом, я хочу посмотреть, как это должно выглядеть. Как мило. Для конкурса в Пасадене я превращу Джета в участницу роллер-дерби. Надо надеть на него чулки в сеточку. Да. Потрясающе. Джек, придется надеть юбку. Ты будешь неотразим. Всегда мечтала о собаке-девочке. Сделаем из тебя крутую девчонку. Майка будет фиолетового цвета, ноги покрасим в черный для налокотников и щитков на запястье. А какой будет грудка? Может, сделаем бюст? Да, шерсти много. Да. И можно покрасить ему коготки. Джет обожает конкурсы. Это так приятно, так ароматно. Ты красавчик. На столе Джет ведет себя идеально. Становится похож на Гуфи из мультика. Наверное, он думает, люди на меня смотрят. Я звезда. Какая прелесть. Мне тоже надо сделать маникюр. И обязательно такой же лак. Симпатичный парень. Ну, разве не прелесть? Да, ты молодец. Джет самоочарование. Он для меня все. Сегодня ко мне приедут племянник, мама и папа. Мы займемся подготовкой презентации. Это подойдет. Выглядит замечательно. На конкурсе в Пасадене жюри оценивает не только стрижку и окраску, но и презентацию. Красиво? Да. Когда дело доходит до презентации, требуется реквизит, костюмы, хореография. Джош станет бойволом, а мы изобразим индейцев. Исполним ритуальный танец. Это будет нечто. Моя дочь такая выдумщица. Постоянно заставляет меня надевать что-то невообразимое. Когда зазвучит музыка, начинай танец. Затем я постараюсь запустить орла на дистанционном управлении, и он будет кружить над тобой. Чем оригинальнее выступление, тем большее впечатление оно произведет на жюри. Готовы? Моими предками были индейцы Чироки. Отсюда мысль о Бизоне. Этой презентацией можно будет гордиться. Джош, как тебе? Фалкер, ты готов? Иди, Фалли. Пенни Стоун прилетела из Техаса, чтобы провести сеанс массажа и рейки-терапии для Фалкера. Молодец. Останься с Пенни. Рейки – естественная исцеляющая энергия, которую генерирует ваш дух. Собаки могут расстроиться, впасть уныние. С помощью рейки-терапии мы возвращаем им душевное равновесие. Я кладу на него руки, и энергия течет в нужном направлении. Пенни может успокоить собаку перед любым конкурсом. Фалкер, несомненно, этого заслуживает. Я считаю, что теперь Фалкер лучше подготовлен к конкурсу. Он избавился от стресса. После сеанса рейки-терапии он чувствует себя хорошо. Идем. Идем, идем, Синфу. Сюда. Примерно здесь будет стоить стол, на нем будет Один. Презентация включает в себя музыку и танец живота. Я знаю, что ты готов. Знаю. Раз, два. Туда-сюда, под музыку. Я уже года три занимаюсь танцем живота. Это весело. Все блестит, звенит. Это воплощение женственности. Сильнее. Сначала я планировала танцевать со змеями, но многие их боятся. Мы заменили змей двумя девочками. А потом бам-бам-ба. За некоторые из движений, которые мы покажем в странах Ближнего Востока, можно попасть в тюрьму. Бум-бум-бум. Чудно. Я буду в маске и костюме. Буду стучать в барабан. Мне нравится эта часть конкурса, потому что основную работу выполнит Шерри. Хочешь, я буду танцевать вокруг фали? Отличная идея, как будто ты поклоняешься льву. В качестве темы для данного конкурса мы выбрали сафари. Я решила переодеться в бубуина. Будет смешно, если мы добавим вот такую деталь. Муж и дети стараются помочь мне. И поддержать меня. Попробую описать художественный груминг в трех словах. Нелепый, безумный и еще раз нелепый. Надо быть чокнутым, чтобы заниматься этим. Думаю, им стоит опасаться льва. Палкера будет трудно превзойти. Ну ладно, ладно. Ладно. Сегодня мы пригласили к джету друзей. Это его прощальная вечеринка перед первым серьезным конкурсом. Все мохнатые приятели за него переживают. Боже, что это? Начинается веселье. Мне нравится собирать собак на такие праздники. Вот это да! Джет станет страшно избалованным. Взбитые сливки. Вот это да! Как вкусно! Молодец! Кое-кто любит сливки. Джет так рад, что едет в Пасадену. Боже! Джету предстоит продемонстрировать зрителям свою неотразимую улыбку. Это первая поездка Джета в США. Он будет потрясен. Праздник получился классным. Джет отлично провел время. Мне кажется, предстоящий конкурс – один из самых серьезных. Сначала положим сюда вот это. Для нас очень важна победа. Иди, иди, детка. Иди. Посетители выставки собак восхищаются грумерами. Многих просто ошеломляют наши возможности. Иди, Один. Раньше я так волновалась, что меня тошнило. Но это уже в прошлом. Один! Один, приятель, иди сюда. Давай. Давай. Я готова к борьбе. Если кто-то бросит мне вызов, я так просто не сдамся. Точно. Идем. Идем, Один, давай. Запрыгивай. Молодец. Возможно, одержав победу, я расплачусь. На радостях я расцелую своих собак. Это будет замечательно. Умница. Мы наконец-то в посадении. Сегодня мы подкрасим собак и помоем, чтобы они стали чистыми и пушистыми. Сейчас мы займемся подготовкой собак. У нас масса дел. Надо продумать все детали. Это будет нечто. Мы в Южной Калифорнии. Сегодня красим собак. Завтра конкурс. Давай, Джет, давай. Путешествие в США было необыкновенным. Не терпится добраться до салона. Сегодня все участники конкурса смогут познакомиться друг с другом и кое-что подсмотреть у конкурентов. Это Сидона. Я крашу ее в розовый цвет. Наша тема – пудель француженка. Она будет розовой. А на спине черная лилия. На этом конкурсе окраску можно выполнить заблаговременно. А стричь только в присутствии зрителей. Сегодня я планирую закончить окраску шлема и майки. Мне нравится этот цвет. Обожаю, обожаю. Необходимо, чтобы все линии шлема, роликов и налокотников были четкими. Все должно быть готово к завтрашнему шоу. Сегодня я нанесу краску для зебры и жирафа. Еще нужно закрепить всю белую шерсть. Работа утомительная, но от нее может зависеть победа. Однажды нас остановил полицейский, который принял фалкера за какое-то дикое животное. Он не понял, что это пудель. Возбуждение нарастает. Я волнуюсь. Кажется, я единственная, кто не подготовил собаку заранее. Он чувствует мое волнение. Я превращу Джоша в бизона. Не уверена, что у меня хватит времени на окраску. Более половины участников покрасили собак заранее. Я планировала сделать это перед отъездом, но из-за погоды нам пришлось выехать слишком рано. У меня еще ничего не готово. Я стараюсь, чтобы линия была прямой. Судьи обращают на это внимание. Тут есть фольга, она мне нужна. Если собака не готова, судьи это видят. Не успею закончить, буду дисквалифицирована. У нас потоп. Что такое? Кран сорвало. Все забегали, как ненормальные. По полу текла розовая краска. Кто-нибудь, приберите. Когда красишь собаку, вымокаешь с ног до головы. Подумаем лучше о баре, веселых парнях и призовых деньгах. Сейчас мы его сполоснем и посмотрим, что у нас вышло. Отличный фиолетовый цвет. Пусть таким и останется. Джош, он будет выглядеть, как пожилая дама в бигуди. Прости, Джош. Есть одна собака, которая всех беспокоит. Собака-змея. Очень качественная работа. Собака окрашена восхитительно. Но наши подили гораздо крупнее, с ними больше работают. Собака со змеей. Эта собака не дает мне покоя. Утром Одина пришлось перекрасить. Времени было в обрез. Сейчас отнесу в машину. Он всегда тащит меня куда хочет. Здесь очень серьезная конкуренция. Надеюсь, мы победим. Это было бы чудесно. У меня работы больше, чем у других. Мой малыш будет улыбаться. Вот так. Ладно, мой хороший. Какой свежий запах. Пока все идет хорошо. Джет позволил мне все закончить. Я привела в порядок шерсть, окрасила ее и высушила. Джет готов идти? Хочешь постричься? Высушим феном коготки. Причешемся? Хочешь передать бабушке привет? Да? Готов идти? Хочешь на стол? Хочешь причесаться? Хочешь искупаться? Может, причешем тебя? Хочешь? Джет готов к завтрашнему шоу. Идем, Джет. Идем. Я довольна жирафом и зеброй. Пока я очень довольна своей работой. Думаю, фалка распугает конкурентов. Мы остались одни. Я очень боюсь, что не успею все сделать. Работы еще много. И нет права на ошибку. Если не закончу покраску, Джош не будет готов к конкурсу. Баркли Пудл Пэджент Возможно, одно из самых масштабных соревнований грумеров этого года. Это суперкубок груминга. Доброе утро, Джет. Готов к участию в роллер-дерби? Я очень волнуюсь. Джет, сегодня важный день. Да? Мы возлагаем на него большие надежды. Надеюсь, мне удастся сконцентрироваться и постричь его лучше других. Стрижкой придется заниматься на глазах у публики. Боже, я так волнуюсь. Идем, идем, Джоша. Молодец. Мы должны победить. В прошлом году я стала первой и хочу повторить успех. У меня больше всех наград, и я не собираюсь на этом останавливаться. Вчера я думала, что не успею закончить окраску. Я работала до последней минуты, но все получилось отлично. Это будет безумный день. Удачи. Энджела Кампи стала первой в прошлом году. Возможно, я отберу у нее титул победителя. Когда мы уезжали, у пуделя моего знакомого началась течка. Если Фалкер займет первое место, он сможет обзавестись потомством. Один взволнован с самого утра. Ты хочешь идти? Да, еще чуть-чуть. Скоро пойдем. На него будут смотреть, его будут фотографировать. Одину достанется столько внимания. Худшее, что может случиться, это если он откажется испражняться. Давай, парень, давай, давай. Он не делал этого 24 часа. Даже чуть больше. Вот все, что я могу предложить. У меня нет пяти акров. Нет? Надеюсь, он не облегчится у меня на столе. Приветствую всех. Добро пожаловать на Барли Пудл Пэджент. Мы все взволнованы. Согласно правилам, у грумеров есть два с половиной часа на стрижку собак. Они могут предварительно окрасить питомцев, но основную часть работы приходится выполнять во время конкурса. Теперь пора начинать. Пять, четыре, три, барабанная дробь. Грумеры, приступайте. Я должна быстро проработать темы зебры и жирафа, потом сделать морду льва и львиные лапы. Пройдусь сначала здесь, а потом займусь задними ногами и поясницей. Он стал похож на старичка. Я стараюсь придать ему очертания бизона. Нужно все выровнять, создать нужную форму, выделить цветом детали с помощью пульверизатора. Судьи обращают внимание на качество стрижки, количество снятой шерсти, смешение цветов. Существует целый список критериев. Меня зовут Хорхе, я стилист. На этом конкурсе я член жюри. Оценивая собаку, я использую свою систему начисления баллов. Учитываю оригинальность замысла. Не впечатляет. Качество стрижки, качество окраски. Надо быть телепатом, чтобы понять их замысел. Общее впечатление. Нас интересует, с чего участник начал и что получилось в итоге после груминга. Я обращаю внимание на шерсть на полу. Это же конкурс грумера. Когда я оцениваю пудели на подобном конкурсе, меня не волнуют стандарты. Мне нужно произведение искусства на четырех лапах. Я хочу изобразить пожарного. Я сделаю костюм и языки пламени по бокам. Из этого получится шлем. Вот здесь у нас будет рисунок. А хвост превратится в насадку шланга. Я делаю красотку. Мне надо проработать все детали, их так много с обеих сторон. Но пока все получается. Тут есть разные символы. Суперкубок и многое другое. Все в одном. У нас тема шестидесятых. Я создаю образ лета любви. Идеально для маркера-пульверизатора. Мы делаем героя фильма «Чужой». Он станет инопланетянином. У нас есть ребра, несколько характерных элементов. Собаку красить почти не пришлось. Вот это у нас позвоночник. Он идет до хвоста. Кто-то из зрителей сжимает пищащую игрушку, и собаки оборачиваются, чтобы посмотреть на это. Это просто хулиганство. Надо это прекратить. Если собака шевельнется во время смыкания ножниц, все, шерсть обратно не приставишь. Из-за этого можно проиграть. Нужно остановить человека, который забавляется с пищалкой. Кто-то должен это сделать. Он мешает. Джет, стой смирно. Я выстригаю на майке эмблему команды. Впервые делаю такие круги. Стой смирно. Молодец. У Одина проблема с пищеварением. Он не стал испражняться, а потом портил воздух на столе. Громерам приходится это терпеть. Так. Приятель, надо проснуться. Проснись. Я начала замечать, что Джош устал. Джош, полдела сделано. Знаю, ты устал, я тоже. Но мы справимся. Не хотелось бы уходить сейчас. Столько вложено сил и средств. Но здоровье Джоша важнее. Он пил воду. Утром он ел, но мы выбились из графика. Обычно он спит перед тем, как... В отеле было слишком шумно. Выглядит уставшим. Участника могут дисквалифицировать. Если здоровье собаки под угрозой, мы просим стилиста остановиться. Постараюсь что-нибудь достать для Джоша. Не удастся, придется покинуть конкурс. Она что, выбыла? Джош немного устал. В отеле было шумно, и большую часть ночи он не спал. Сделаем перерыв, и он восстановится. Давай, Джоша. Джош устал, но он не расстроен, не сопротивляется. Он даст мне понять, когда ему все это надоест. Тогда мы уйдем с конкурса. Я могу позвонить племяннику, чтобы тот привез еды? Да. Если Джош поест, ему станет лучше. Я заметила, что Джош восстанавливается. Да, курица. Вот так. Джош, держи. Да. Да. Пес в порядке. В порядке. Да. Думаю, надо за ним присмотреть. Но ему уже лучше. Ну как, вкусно? Облизываешь мне пальцы. Джош вернулся в нормальное состояние. Сейчас очень важно, чтобы фалкор не двигался. Я занимаюсь с животными по бокам. Мне надо выстричь уши, глаза, и хорошо очертить их силуэты. Грумеры работают уже 2 часа 15 минут. У них осталось 15 минут. У меня уже руки дрожат. Боже мой, я так волнуюсь. Кажется, в этот раз мои руки дрожали, не переставая. Когда в руках большие ножницы, дрожь может все испортить. Дрожащий грумер – это плохо. Тик-так, тик-так. Сейчас мы сделаем вершину горба. У Одина тут недостаточно шерсти. И я собрала всю состриженную шерсть. Немного клея, а потом лак для волос. Забавный метод создания горба. У Сидона сейчас течка. Конечно, все самцы рады ее видеть. Некоторые хозяева не могут повлиять на период овуляции у собак. К счастью, нас не было рядом, а то Фалкер при всех бы ее покрыл. Сидона заполучит любого парня, какого захочет. Фалкер положил на нее глаз. Фалкер проявил внимание, и она начала флиртовать. Он настоящий мужик. Любит покрасоваться перед дамами. Осталось пять минут до конца этого замечательного состязания. Всего пять минут? Нет-нет, слишком мало. У меня не хватает времени на реализацию всех задумок. Я расстроена. Последние пять минут этого волшебного действа. Сейчас я делаю лицо индейца. Я приклеиваю джету колеса роликов. Правда прелесть. Время заканчивается. Осталась одна минута. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Кладем ножницы. Я не сделала чулки в сеточку. Очень жаль. Вернуть бы пять-десять минут, которые мы потратили на прогулку. Но ничего, все отлично. Я довольна своей работой. Да. Он чертовски хорош и похож на льва. Хотелось бы чуть больше времени на голову. Я довольна очертаниями. Горб удался. А вот цвет не очень. Сейчас мы начнем презентацию. Чувствуете напряжение? Презентация – завершающая часть конкурса по художественному грумингу. Участники приносят реквизит, включают музыку и раскрывают свою тему. Итак, мы начинаем. Приглашается первый участник – змеи из райского сада. А это верблюд из Сахары. Танцы живота у нас еще не было. Я из-за него теперь не засну. Это пудель француженка. Поприветствуем участницу роллер-дерби. Кто здесь готов к роллер-дерби? Я вышибала под номером 101. А это игрок под номером 911. Мы рады представить вам сегодня новую лигу роллер-дерби – Flying First. Спасибо! Ты неотразим, друг мой. Обними меня. Обними. Обними. А теперь – вторжение инопланетян. Следующий участник – король сафари. Это был король сафари. Думаю, мы молодцы. Немного не попали в ритм, но все получилось хорошо. Зрителям понравилось. Это «Лето любви». И последний участник – наследник Чирокки. Презентация прошла успешно. Мне кажется, мы отлично выступили. Подождем результата. У нас очень жесткая конкуренция. Что нужно для того, чтобы победить? Любой может украсить собаку, любой может устроить шоу. Мне нужна хорошая стрижка. Решено. А сейчас мы узнаем, кто занял третье, второе и первое места на конкурсе «Баркли Пудл Пэджент». Судьи вот-вот объявят результаты. Я немного боюсь. Знаю, у меня были промахи. На третьем месте – наследник Чирокки. Поздравляем. Аплодисменты. Я заняла третье место. Буду участвовать в других конкурсах. На следующий год стану первой. А теперь переходим к занявшему второе место на конкурсе «Баркли Пудл Пэджент». И это «Лето любви». Напряжение нарастает, пульс учащается. Кто стал победителем «Баркли Пудл Пэджент»? Я смотрю на других грумеров и понимаю, что неплохо справилась. Победителем становится... Король Сафари. Палкер занял первое место. Я в восторге. Пали, иди ко мне. Какой же ты молодец. Палкер круче всех. Это лучшая собака в мире. Мы с Одином остались ни с чем. Но меня это не расстраивает. Я понимаю, что могла бы выступить лучше. Попробуем еще через год. На будущий год мы их всех победим. Ты этого хочешь? Отлично. Пусть я не победила, ничего страшного. Я очень взволнована и рада, что мне довелось увидеть такие прекрасные работы. Молодец, Джет. Я потрясена. Я получила полезный для себя опыт. Ты повеселился, Джет? Было весело? Все это вдохновляет меня на то, чтобы выступить лучше в будущем году. Я очень люблю конкурсы по грумингу. В этом году победила Лори Крейг. Но в следующем я выступлю лучше, чем когда бы то ни было. Иди сюда. Какой молодец. Какой же ты молодец. Боже мой. Да, да, да. Палкер гордится собой. Дома он займется производством потомства. Он самый счастливый пес. Фильм подготовлен к показу и озвучен телекомпанией Первый канал.